23 марта 1994 года выполнявший рейс самолёт Airbus A310 авиакомпании «Аэрофлот» врезался в горный массив Кузнецкий-Алатау в Кемеровской области, в результате чего погибли все находившиеся на борту 63 пассажира и 12 членов экипажа. Самолётом, попавшим в аварию, был арендованный Airbus A310, который был доставлен «Аэрофлоту» новым 11 декабря 1992 года. Оснащённый двумя двигателями «General Electric», «Авиалайнер» был одним из пяти самолётов авиакомпании «Международные авиалинии России» автономного подразделения «Аэрофлота», предназначенного для обслуживания маршрутов на Дальний Восток России и Юго-Восточную Азию. В среднем экипаж из трёх человек, эксплуатирующих самолёт, налетал на этом типе 900 часов. Из 63 пассажиров на борту 40 были гражданами России, в том числе около 30 сотрудников авиакомпании и членов их семей. Остальные 23 иностранца были в основном бизнесменами из Гонконга и Тайваня, которые искали экономические возможности в России. Капитаном рейса был 40-летний Андрей Викторович Данилов, принятый на работу в «Аэрофлот» в ноябре 1992 года. Первым помощником стал 33-летний Игорь Васильевич Пискарёв. Запасным капитаном был 39-летний Ярослав Владимирович Кудринский. На борту самолёта находились 9 бортпроводников. Вскоре после полуночи 23 марта 1994 года самолёт следовал из Международного аэропорта Шереметьево в Москве в аэропорт Кайтак в Гонконге. Запасной пилот Кудринский вёз двоих своих детей на этом самолёте, и они попали в кабину экипажа. Таким образом, в кабине экипажа находились 5 человек. Кудринский, второй пилот Пискарёв, сын Кудринского Эльдар и дочь Яна, и ещё один пилот Владимир Макаров, который летел в качестве пассажира. При включённом автопилоте Кудринский, вопреки правилам, разрешил детям сесть за штурвал. Яна заняла левое переднее сидение пилота. Кудринский скорректировал курс автопилота, чтобы создать впечатление, что она разворачивает самолёт, хотя на самом деле она не имела контроля над самолётом. Вскоре после этого Эльдар занял место пилота. В отличие от своей сестры, Эльдар приложил к колонке управления достаточно силы, чтобы противоречить автопилоту в течение 30 секунд. Менее чем через 4 минуты после того, как Эльдар занял кресло пилота, его действия заставили бортовой компьютер переключить элероны самолёта на ручное управление, сохранив при этом контроль над другими системами полёта. Эльдар теперь частично контролировал самолёт. Загорелся бесшумный индикатор, предупреждающий пилотов об этом частичном отключении. Пилоты, ранее летавшие на самолётах советской конструкции, имевших звуковые предупредительные сигналы, видимо, не заметили световой индикатор. Эльдар первым заметил проблему, когда заметил, что самолёт накренился. Вскоре после этого индикатор траектории полёта изменился, показывая новую траекторию полёта самолёта при его повороте. Поскольку разворот был непрерывным, результирующая прогнозируемая траектория полёта, нарисованная на экране, представляла собой разворот на 180 градусов. Эта индикация аналогична той, что отображается в схеме ожидания, где для сохранения устойчивого положения требуется разворот на 180 градусов. Это сбило с толку пилотов на 9 секунд, за это время самолёт накренился от угла 45 градусов до почти 90, что было круче, чем позволяла конструкция. Самолёт А-310 не может так круто развернуться, сохраняя высоту, и самолёт начал быстро снижаться. Возросшая перегрузка, действующая на пилотов и экипаж, чрезвычайно затруднила им восстановление управления. Автопилот, который больше не управлял элеронами, использовал другие органы управления для компенсации, поднимая нос и увеличивая тягу. В результате автопилот, не справившись, полностью отключился. В то же время экран автопилота погас. Чтобы выйти из сваливания, автоматическая система опустила нос и перевела самолёт в пикирование. Уменьшение перегрузок позволило Кудринскому вернуть себе место. Затем Пискарёву удалось выйти из пикирования. Но он переборщил, введя самолёт в почти вертикальный набор высоты и снова остановив его, заставив войти в штопор. Во время штопора Кудринскому удалось почти вернуть контроль, но он слишком резко оттянул назад, из-за чего их скорость упала, а затем поворот руля направления отправил самолёт во второй штопор. Только на этот раз они вошли в плоский штопор. Хотя Кудринскому и Пискарёву удалось снова восстановить управление и выровнять крылья, они не знали, как сильно они снизились, и их высота к тому времени была слишком низкой для восстановления. Самолёт разбился в горизонтальном положении на высокой вертикальной скорости, оцениваемой в 250 км в час. Все пассажиры погибли при ударе, самолёт упал с поднятым шасси, и все пассажиры были готовы к чрезвычайной ситуации, поскольку были пристёгнуты ремнями к сиденьям. До крушения не поступало никаких сигналов бедствия. Несмотря на попытки обоих пилотов спасти самолёт, позже был сделан вывод, что если бы они просто отпустили штурвал после первого вращения, аэродинамические принципы заставили бы самолёт вернуться в горизонтальный полёт, предотвращая тем самым крушение. Никаких признаков технической неисправности в самолёте не обнаружено. Обломки находились на отдалённом склоне горной цепи Кузнецкого Алатау, примерно в 20 км к востоку от Междуреченска в Кемеровской области в России. Самописцы полётных данных были найдены на второй день поисков. Семьи российских жертв возложили цветы на место крушения, а семьи китайских и тайваньских жертв разбросали по территории листки бумаги с написанными на них посланиями. Первоначально Аэрофлот отрицал, что в кабине находились дети, но признал этот факт, когда московский журнал «Обозреватель» опубликовал стенограмму от 28 сентября 1994 года. The New York Times сообщила, стенограмма записи, напечатанная в журнале «Обозреватель», показывает, что российскому экипажу почти удалось спасти самолёт Airbus и 75 человек на борту, но этому помешало присутствие детей и незнание самолёта иностранного производства. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова